Привет, девчонки! Сегодня у меня на обзоре продукция от магазина ЕС Косметик, и это торговая марка G-Like. И сразу о приятном. Магазин дарит всем моим подписчикам скидку на гель-лаки, пудры и полигели. Подробнее в описании. Итак, прислали на обзор мне сегодня 7 цветничков. В флакончике по 15 мл. На обратной стороне вся необходимая информация, состав, срок годности на колпачке номер гель-лака. И при открытии флакончиков выяснилось, что у номера 1 консистенция отличается от остальных. Она несколько жиже. Вероятно, это из-за того, что гель-лак не имеет пигмента. Ну и вот номер 1. Прозрачный гель-лак с розоватым подтоном. Честно говоря, я его не совсем поняла. Как мне кажется, хорошо подойдет для тонирования ногтевой пластины. Но на белой подложке он смотрится ярче. Как я и говорила, он более жидкий, чем все остальные. И вполне возможно, что при работе он будет немножко затекать. После просыхания гель-лак имеет липкость, но она не сильно выражена. Попробовала нанести его в два слоя, но цвет практически не изменился. Оттенок под номером 3. Размерленный розовый, я бы сказала, йогуртовый цвет. С первого слоя перекрывает типс, но все-таки он требует второго слоя для более ровного цвета. Гель-лак хорошо самовыравнивается и образует идеальный блик. Номер 15. Яркий цвет фуксии. Как и третий номер, наношу в два слоя. Кстати, все цвета в лампе просыхают за 30 секунд. Номер 18. Разбеленный коралловый, спокойный, не кричащий цвет. Кисть из флакончика мне понравилась. Имеет ровный срез, эластичная, средней длины и толщины. Упругая, хорошо раскрывается при нанесении материала. Номер 19. Нежно-голубой. Как мне показалось, подружится в дизайнах с оттенком под номером 3, нашим йогуртовым цветом. Номер 29. Сложный цвет. Вроде и не голубой, но и вроде не зеленый, а еще и разбеленный. В своем составе имеет мелкий шиммер с голубым отливом. Но на этом цвете его как-то очень трудно заметить. Да и я сама его не сразу увидела. Только после того, как стала наносить следующий оттенок гель-лака. И вот он, 39 номер. Темно-зеленый гель-лак с таким же голубым шиммером, как и номер 29. В нанесении он показал себя более капризным. И как будто в нем несколько отстоялся пигмент. Но тем не менее, при такой консистенции он хорошо самовыравнивается. И вот он, блеск этого шиммера. И на кисточке этот шиммер я тоже не сразу заметила. А вот оба цвета в сравнении. И оно не в пользу 29-го. На светлом цвете блеск шиммера не видно, если только присматриваться. А вот на темном оттенке он раскрывается полностью. А теперь дизайны и опять пейзажи. На палитру наносим оттенки под номером 19, 29, 39 и 15. А также светло-зеленый, черный, белый гель-лаки. И для размывки топ. 39-й наносим вертикально, создавая как бы направление нашему будущему дизайну. Субтитры сделал DimaTorzok Для будущего горного озера смешиваем 19 и 29 цвета. И наносим их как бы в горизонтальном направлении. Светло-зеленым цветом добавляем объема нашему подмалевку. После промежуточной просушки наносим чисто белый, там где планируем сделать ступени водопада. А далее растягиваем цвет топом. Добираем еще белый цвет и рисуем пену и брызги впадающих струй в озеро. Смешиваю 39, 29 и черный и получившимся оттенком добавляю нашему пейзажу теней. 39-м оттенком рисую подмалевок будущего куста. Сушу и добавляю светлые зеленые блики на всю зелень. Сушу и добавляю светлые зеленые брызги. Замешав серо-зеленый оттенок, рисую как будто бы гроты за водопадом. Замешав серо-зеленый оттенок. Сушу и добавляю пр Scripturesréeми вWindows. Оттенок мы не будем действовать вторую зеленые зеленые брызги. Сушу и добавляю кENNем. Суши и добавляю на цветом брызги. До ambitious Сушу и добавляю самую кухню. Рассудambre все baseline了 и требуется enseñanza soon. Рассуд tasty. Сушу, далее белой гель краской прорисовываю струи воды. Продолжение следует... Смешиваю белый и фуксию и рисую цветы. Сушу, далее перекрываю топом и опять сушу. И уже поверх топа гель краской без липкости расставляю акценты прорисовывая струи воды. Продолжение следует... Ну и вот он наш готовый результат. И я заметила, сколько бы ты не рисовал один и тот же дизайн, он всегда получится по-разному. Ну и на этом мое видео заканчивается. Кому оно было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте ваши комментарии. Ну а я с вами прощаюсь, до новых видео, пока-пока.